Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину, по эфиру, и попытаюсь захватить общую капитализацию рынка. Также я вам покажу, что биткоин и вообще вся крипта находится в самом затяжном медвежьем рынке, самом длинном в истории. Приближаемся к отметке 490 дней. Ну и давайте перейдем на графики прямо сейчас. Биткоин снова как стейблкоин после этого большого падения. Биткоин время от времени впадает в спячку. Это было предыдущее пару месяцев. Вот посмотрите, до того, как биткоин провалился, он был тоже как стейблкоин. Вот здесь немного прошел вниз после этого. Здесь снова падение. Ну теперь снова зашел в боковик. Но вместе с тем торговые объемы увеличиваются. Это хорошая новость. И мне кажется, что биткоин упадет таки на отметку 25200, где у меня проставлен ордер на покупку. Посмотрим еще на 4-х часовом. Здесь стахастик в перепроданности. Интересно то, что увеличиваются торговые объемы. Здесь диапазон движения биткоина совсем небольшой. Внизу 25760. Вверху 26300. Всего 600-700 долларов. И тут я проставлял торговую идею в расчете на то, что биткоин провалится вниз. В целом идея такая, что биткоин находится в коррекции ABC. Идет сначала к точке B. Затем разворачивается и летит вниз. По финальной волне этой коррекции. Поэтому я проставил торговую идею. Зайти в лонг на биткоине у 25200. А почему именно здесь я поставил цену входа? Потому что это уровень поддержки для биткоина. В прошлом было много касаний этого уровня. Вот здесь, например, в 2022 году было касание. Здесь в 2023 февраль. Дальше еще было касание. Поэтому именно от этого уровня я бы заходил на биткоине в лонга. На четырехчасовом стахастик в перепроданности. Раз в перепроданности, то может, конечно, биткоин немного пролететь вверх сейчас. Но все-таки более безопасный вариант зайти в лонг на биткоине. Он находится на отметке 25200. Я бы заходил в лонг именно оттуда. Не забываем, конечно, поставить стоп-лосс и тейк-профит на 26400. Соотношение риск-прибыль получается 7,3. Цена открытия 25193. Стоп-лосс на 2527. Это красная метка справа. И тейк-профит, это зеленое вверху, 26400 долларов. Соотношение 7,3. Риск 166 долларов. Заработать можно 1213 долларов. Это если вы торгуете без плеча. С десятым плечом заработаете 12000 долларов. Вот такую сделку я бы открывал на биткоине. Если, конечно, напустится до цены 25193 доллара. На что я и рассчитываю. Ну а дальше я бы переворачивался в шорт. Я ожидаю, что биткоин может упасть до отметки 20000 долларов. Вот такая у меня торговая идея. Посмотрим теперь на общее состояние рынка. Тесла плюс 3,7. На остальных активах особо изменений нет. Давайте-ка посмотрим на эфириум. Здесь у меня уже есть торговая идея. Зайти тоже от уровня поддержки. Это примерно вот здесь. Соответственно, я бы цену входа тоже опустил туда. Эфир уже касался этого уровня. Каких-то хороших новостей с тех пор не пришло. Мы все еще в медвежьем рынке. Поэтому я ожидаю, что эфириум коснется снова этого уровня. Опять же, серая метка справа. Это цена открытия. 1461 доллар. Стоп-лосс это красная. 1413 долларов. И зеленая вверху. 2258 долларов. Риска 48 долларов. Заработать можно 796 долларов. Это если вы торгуете без плеча. С десятым плечом заработаете 7900 долларов. И теперь давайте быстро откроем еще общую капитализацию рынка. Мы пробили здесь годовую трендовую линию. Но также сидим на уровне поддержки. Но какого-то отскока от него не увидели. Следующий уровень поддержки находится на отметке 935 миллиардов. И затем 820 миллиардов. Но, скорее всего, будет все-таки разворот от 935. Но, опять же, обратите внимание, что мы пробили эту оранжевую трендовую линию. Это показывает слабость рынка. Если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. 1. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь техническому анализу. 2. Регистрируйтесь на Bybit. Получайте бонус до 30 тысяч долларов. Ну и ссылка номер 3. Присоединяйтесь к моему бесплатному телеграмму. Там уже около 9 тысяч трейдеров. Подключайтесь, торгуйте, общайтесь, делитесь идеями, богатейте вместе. Так же, так же, так же. Вот. Это цена биткоина в годовом измерении. И посмотрите, в 2015 году было 386 дней медвежьего рынка. В 2019-м 204 дня медвежьего рынка. И вот медвежий рынок, который начался в 2022-м, тянется уже 490 дней. Самый продолжительный медвежий рынок, который когда-либо был. Ну что ж, на этом все. Прошлись по биткоину по эфиру. Биткоин выглядит неуверенно. Нам нужна стабилизация и хороший рывок вверх. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Обязательно пройдите мои курсы по криптотрейдингу. Там вы научитесь, как торговать, как расставлять ордера и как на всем этом зарабатывать. Всех люблю, всех обнимаю. И увидимся завтра.